Здравствуйте! В эфире МТРК новости. О событиях этого дня вам расскажут наши корреспонденты и я, Ксения Куценко. Смотрите в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Теперь обо всем подробнее. В Североказахстанскую область с рабочим визитом прибыл заместитель министра внутренних дел страны Юрий Ильин. Вместе с Акимом области Ериком Султановым они облетели районы, которые сегодня находятся в зоне подтопления. Посетили Сергеевские и Петропавловские гидроузлы. Когда большая вода придет в Петропавловск и готовы ли службы спасения, узнаете из нашего материала. Решение посетить Северный регион приняли во вторник на заседании правительства. В столице обсуждали паводковую ситуацию в стране. Сегодня в нашу область прибыл замминистра МВД республики Юрий Ильин. Совместно с Акимом области Ериком Султановым он облетел весь регион. Посетили Сергеевский гидроузел. Неделю назад из столичного водохранилища сбросили воду. Ожидается, что к 20 апреля она будет здесь. Рост произошел в Сакмолинской области. Через сколько подойдете? Рост. Обычно идет где-то 15 дней. Сакмолинской области, если сюда идет. До Петропавловска у нас идет порядка 5-7 дней. Оттуда где-то полмесяца идет. Обычно такой период. В те годы наблюдалось у нас два подъема. Между ними обычно 10 дней шло. После максимального. И второй подъем идет через 10 дней. Но в этом году пока не наблюдается. Но позавчера метр сорок целый сутки держался. Не было спада. Но это говорит о том, что уже, наверное, больше подъема не будет. По прогнозам специалистов, сброс воды сильно не повлияет на подъем уровня на Сергеевском гидроузле. Он будет незначительным. В 850 кубометров в секунду идет расход. В сутку порядка 75 миллионов кубов сбрасываем в воду. Уровень по сравнению с утрочным днем упал уже на 2 сантиметра. А это уже Петропавловский гидроузел. Сюда замминистра и глава региона прибыли во второй половине дня. С 1 марта объем воды здесь поднялся на 2 метра. На сегодня уровень 94,36. А максимальный в 2014 году наблюдался 93,22. Около 80 сантиметров у нас еще есть запасы, так сказать, по сравнению с 2014 годом. К поводку в городе готовиться начали еще зимой. С улиц Петропавловска вывезли 600 тысяч кубов снега. Когда талые воды все же пришли, в районах подтопления работали больше 40 единиц техники. Кстати, в этом году дополнительно закупили 10 новых насосов. Затопило в основном окраины. По откачке поступило около 3000 заявок. Многие горожане звонили несколько раз. Большая вода Сергеевского водохранилища сейчас идет в районе села Красной Горки. Через 2-3 дня она будет в Петропавловске. Докладывает таким городом Марат Асмаганбетов. Сегодня вот вы сейчас видели перелив. Это в районе Заречного. Значит, на сегодняшний день кожзавода, значит, создана эвакуальная комиссия. Работает три круглосуточных поста. Определены для эвакуации людей. Две школы, 12 и 13, где создан на сегодняшний день 10-дневный запас медикаментов, постельных принадлежностей и, соответственно, продуктов питания. Подготовили и участки, чтобы разместить скот и имущество. В зоне риска сегодня 10 домов в районе Заречного и 28 кожзавода. Перелив пока незначительный, говорит Акимгорода. В области Талой воды полностью сойдут примерно через две недели, отмечает замминистра внутренних дел. Ситуация на контроле. Но есть и участки, которые вызывают опасения. Это озеро Большой Тарангул. Идет активный перелив и есть угроза и потопления села Рублевка у нас, и трассы междугородние, в том числе сообщение железнодорожное. Поэтому там будет сейчас в Акимате приняты меры. Впервые за последние годы Тарангул поднялся на метр 20 сантиметров. И сегодня остается большой уровень, еще около метра. Перелив идет через дорогу Явлинка-Корнеевка шириной где-то 700 метров. И внизу по сухому логу уже вода идет полным ходом. И подошла уже к республиканской трассе Астана-Петропавловск. Возможно, мы пересыпем нашу дорогу. Но для этого мы должны сделать полную оценку вокруг близлежащих населённых пунктов, чтобы не создать угрозу потопления. Начиная с 20 марта от паводка пострадали 30 населённых пунктов. Больше чем в 400 домов зашла вода. Сегодня это число сократилось до 30. Заблаговременно спасатели эвакуировали около 800 человек. 700 из них вернулись к привычной жизни. Остальные до сих пор у родственников. Кстати, вовремя удалось эвакуировать почти весь скот. Это 1800 голов. Отмечу на помощь североказахстанцам пришли спасатели из Алматы, Астаны, Акмолинской, Жамбылской и Казалардинской областей. Всего около полутора тысяч человек. Александра Солмина, Михаил Казначеев, Новости МТРК. Однодневный заработок пострадавшим от наводнения перечислят депутаты Маслихата всех уровней. Чтобы оказать материальную поддержку, землякам общественной организации области объявили о начале благотворительных акций. Народные избранники инициативу поддержали. Большинство из них – руководители крупных сельхозформирований и предприниматели. Директор командитного товарищества Мамбетов ИК уже перечислил деньги на специальный счет. Кстати, в селах Менкесер и Бексиит, где находится его хозяйство, смогли предотвратить ЧП. На протяжении двух недель сталыми водами там боролись силами и средствами предприятия. Ирки Булан Мамбетов призывает своих коллег не оставаться в стране и помочь землякам. «Неделю почти мы круглосуточно качали эту воду. Благодаря вот этим действиям, в принципе, мы смогли обеспечить, что в наших населенных пунктах ни один дом практически не пострадал. И сегодня эти мероприятия продолжаются. И поддерживая инициативу общественных организаций, я призываю всех своих коллег помочь людям, пострадавшим от паводка. Думаю, эта помощь будет необходима людям». Впереди короткая реклама. Оставайтесь с нами. Строительная компания «Казградстрой» и жилищно-строительный кооператив «Наш город» продолжает строительство 12-этажного 4-подъездного дома по улице Жабаева. Возводятся перегородки по индивидуальным планам собственников квартир. Первый подъезд выполнен на 80%. Во втором, третьем и четвертом подъезде завершено 100% работ. Внутренняя отделка квартир всех подъездов выполнена на 80%. Начата чистовая отделка лестнично-лифтовых холлов. На третьем и четвертом подъезде приступили к установке ограждающих конструкций балконов из ПВХ. Витражное стекление балконов на главном фасаде дома выполнено на 80%. Приступили к наклейке второго завершающего слоя рулонного ковра мягкой кровли. Выполнены парапеты из оцинкованной кровельной стали. На кровле всех подъездов завершено выполнение вентиляционных шахт. Естественно, вытяжная вентиляция в квартирах выполнена на 60%. Продолжаются работы по прокладке внутренней и наружной канализации и теплотрассы. Осуществляется сборка тепловых узлов, смонтированы силовые стояки и электропроводки по подъездам. Готовится установка этажных щитов. Проводится работа по телефонизации дома. Все строительные объекты находятся под защитой охранного агентства «Боец». «Казградстрой» воплощает мечты в реальность. Эта боль длится вечно? Випросал – мазь на основе змеиного яда. Помогает при боли в мышцах и суставах. Випросал – жизнь в полный рост. Вы смотрите новости и мы продолжаем. Почти 4 миллиарда тенге на эту сумму выявили нарушения в процедуре госзакупок специалисты финансового контроля региона. Всего провели более 1700 проверок, кто и почему чаще всего нарушает законодательство. Узнаете прямо сейчас. 1747 государственных закупок почти на 17 миллиардов тенге сделали североказахстанцы с начала этого года. Каждая из них тщательно проверяется специалистами инспекции финансового контроля. Камеральный мониторинг ввели в ведомстве в этом году, а с апреля каждую заявку просматривают в режиме онлайн. Выявлено нарушение на 3 миллиарда 948 миллионов. Отменены государственные закупки на сумму 1 миллиард 648 миллионов тенге. Одну закупку мы просматриваем дважды. Первый раз мы просматриваем ее на ограничения. По второму направлению проводится в части допуска потенциальных поставщиков отклонение и применение условных скидок. Мы такие моменты выявляем и направляем уведомления организатору государственной закупки. С этого момента есть 10 дней, чтобы устранить нарушение. Иначе придется платить штраф. А это от 50 до 100 месячных расчетных показателей. То есть от 100 до 200 тысяч тенге. С начала года выявлено уже 95 таких фактов. А все из-за невнимательности и непрофессионализма специалистов, говорят инспекторы. Потому проводят специальные семинары, где разъясняют законодательство и правила проведения процедуры госзакупок. Дело в том, что статьи и законы в этой сфере меняются часто. У нас есть 21 профиль по камеральному контролю. И в том числе там профиля разработаны на конкурс. Это вот по снятию административных барьеров. На запрос ценовых предложений в части установления квалификационных требований, предусмотренных законом. В части обоснованности самой закупки. То есть на данный момент по действующему законодательству нельзя проводить закупки способом запроса ценовых предложений, поставка, оказание которых требует наличия лицензии. Кстати, самые крупные по сумме нарушения, как показывает практика, выявляют в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства и ремонта дорог. Ксения Куценко, Казбек Аркбаев. Новости МТРК. Укрепление сотрудничества. Полицейские области подписали меморандум о взаимодействии с палатой предпринимателей. Стороны намерены бороться с незаконной реализацией алкогольной продукции и нелегальными пассажирскими перевозками. Подробнее расскажет Гульнара Кали. Это уже не первый меморандум полицейских с предпринимателями. Подобный был подписан в прошлом году. Взаимное сотрудничество позволило на 12% снизить количество преступлений, которые североказахстанцы совершают в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с тем ведется жесткий контроль всех бизнесменов, которые занимаются реализацией спиртных напитков. Только за три месяца 2016-го выявлено более сотни нарушений законодательства. 44 факта реализации алкогольной продукции лицам в возрасте до 21 года, 13 фактов реализации алкогольной продукции с нарушением установленного времени их продажи и 13 нарушений незаконного нарушения правил оборота, этилового спирта и реализации алкогольной продукции в местах неустановленных законодательств. В рамках подписанного меморандума стороны намерены усилить работу. Планируют проводить совместные рейды. Мы надеемся, что подписание этого меморандума послужит улучшением взаимоотношений между бизнесом и властью в лице Департамента внутренних дел и, соответственно, уменьшению проблем в рамках этих взаимоотношений, повышению уровня исполнения законов среди субъектов бизнеса и, с другой стороны, снижение административных барьеров и рисков для предпринимателей. Поднимали навстречу проблему незаконных пассажирских перевозок. С начала этого года к ответственности привлекли 13 водителей. По таксистам много проблем. Будем работать. У нас совместно будем работать с предприятием. Да, правильность, ребята, которые переживают, беспокоятся за пассажиров, за себя, так и должно быть. В завершении встречи главный полицейский региона поставил перед подчиненными конкретные задачи, над которыми предстоит работать в ближайшее время. В частности, проводить масштабную профилактическую работу с предпринимателями и перевозчиками. Гульнара Кали при содействии пресс-службы Департамента внутренних дел Североказахстанской области. Со следующего учебного года казахстанские школы переходят на 12-летку. А советы матерей при областной ассамблее народа Казахстана появятся во всех районах. Об этом журналистам рассказали на брифинге в филиале службы центральных коммуникаций. Какие еще новшества ждут североказахстанцев, узнаете из нашего сюжета. В 2016 объявлен годом 25-летия независимости Казахстана, поэтому работа по укреплению общенационального согласия и единства ведется еще более активно. Это, кстати, 85-й шаг президентского плана нации. Сегодня в составе североказахстанского филиала ассамблеи работают 24 областных и 154 районных этнообъединений. При Доме дружбы открыт кабинет медиации. Созданы 16 советов матерей и 47 общественного согласия. В марте текущего года проведено заседание инициативной группы по созданию общественного этнокультурного клуба «Тамыр». Инициаторами создания выступили культурно-просветительский центр «Урпак», этнические соотечественники, прибывшие на историческую родину Курганской области, а также представители Всемирной ассоциации казахов и оралманы. Уже разработана концепция празднования дня единства народа Казахстана. Планируется провести свыше 150 мероприятий. К слову, внимание в плане нации 100 конкретных шагов не только дружбе и сплоченности казахстанцев, но и развитию всех отраслей экономики. В частности, разработана новая программа образования. С сентября все первоклассники, а в новом учебном году их будет более 8 тысяч, начнут учиться 12 лет. Еще одна из основных задач проекта – внедрение в учебные программы трехязычия. Опыт уже есть. Несколько школ с Северного Казахстана ведут уроки на иностранном. Применяют английский для подготовки студентов колледжей. А еще в учебных заведениях введены новые правила питания. Главное теперь не цена, а качество. Каждая школа рассматривает заявки поставщиков уже в индивидуальном порядке, обращая на качество питания и на опыт работы самих поставщиков. Родители сегодня имеют право задавать эти вопросы школе директору. Они имеют право входить в состав конкурсной комиссии и участвовать в организации горячего питания. Говорили на брифинге и о реализации 88-го шага плана нации, продвижения идеи общества всеобщего труда. Петропавловский строительно-экономический колледж получил на развитие около 100 миллионов тенге инвестиций. Здесь дополнительно создано 8 обучающих цехов. А в декабре прошлого года на базе учреждения открылся ресурсный центр. Он стал первым в стране. Для того, чтобы решить задачи, поставленные нашими социальными партнерами, приходилось рассматривать этот вопрос, изменять программы обучения. Проходило в среднем три года. А имея модульные программы, мы можем перестраивать на те рабочие профессии, которые нам дадут наши социальные заказчики, решать эту проблему в течение трех-пяти месяцев. Недавно учебное заведение получило заказ от товарищества «Единство» на изготовление бетонных блоков. Всего в Северном Казахстане в организациях ТИПО специальности получают более 12 тысяч студентов. Ирина Панфилова, Тимур Ахматуллин, Новости МТРК. К другим темам. Более 50 нарушений в оформлении наружной рекламы выявили специалисты управления по развитию языков. В основном ошибки допускают при оформлении офисов, салонов красоты и магазинов. В одном из рейдов госслужащих побывала и наша съемочная группа. Ошибки на вывесках магазинов предприятий в Петропавловске встречаются почти на каждом квартале. К примеру, вот здесь по улице Астана-9 в салоне красоты «Нирвана» на наружной рекламе сначала надпись идет на русском языке, потом на казахском. Хотя по закону должно быть наоборот. Согласно статье 21 закон о языках, вся визуальная информация, вывески и прочая реклама должна быть оформлена на двух языках. Есть порядок размещения государственных языков слева, с левой стороны или сверху. Наверху информация на русском языке справа и внизу. Только за две недели рейдовых мероприятий специалисты Управления по развитию языков выявили более 50 нарушений. 20 из них уже исправили и оформили наружную рекламу правильно. В основном бизнесмены допускают грамматические и стилистические ошибки. Это замечают не только специальные комиссии, но и прохожие. Я всегда обращаю внимание на оформление наружной рекламы. Ошибки допускаются грубые. Часто встречается, что перевод искажен с русского на казахский или вообще буквы отсутствуют. Специалисты всегда готовы оказать методическую помощь бизнесменам в оформлении наружной рекламы, а также сделать правильный перевод. Всё это бесплатно. Для того, чтобы не было стилитических ошибок на государственном рынке, мы всегда приносим эскизы и согласовываем обязательность Управления по развитию языков. Продолжение развития языков реагирует быстро, подписывает все эскизы практически день в день. Это очень удобно. В прошлом году специалисты Управления выявили более 200 подобных нарушений. Все ошибки были исправлены. Конкурс выразительного чтения произведений Уралхана Бокея прошел в Петропавловске. В ораторском мастерстве соревновались 9 человек. Кто лучше всех справился с заданием и чем конкурсанты удивили членов жюри, узнаете прямо сейчас. Конкурс выразительного чтения посвящен творчеству Уралхана Бокея. Участникам состязания предстоит выступить три раза. Они могут прочесть произведения Уралхана и двух любых других авторов. Главное, чтобы они нравились самому чтецу. Это немаловажная часть успеха и поможет убедить жюри в искренности повествования. Члены жюри, учитывая сценический образ, умение держать себя на сцене, манеру чтения, о том, как они доведут в произведение данного писателя, его образы перед зрителями, слушателями, я думаю, по мастерству оценят наших победителей. Многие участники подошли к подготовке креативно. Музыка, национальные костюмы, все, чтобы создать необходимый антураж. Не просто было Артему Тимченко, ведь казахский язык для него не родной. А вот Камила Тимирбаева сегодня в необычной роли. Мужской костюм и собранные волосы дополняют образ. О любви рассказывает юноша. Это отрывок из повести Сафуана Шеймерденова «Карагаш». Камиле для победы нужно успешно пройти все туры. Она подготовила отрывки из произведений известных авторов. Во второй номинации это была поэзия. Я взяла стихотворение Махжан Джумабаева, так как я тоже очень люблю Махжан Джумабаева. Третье произведение – это произведение Оралхана Букиханова. Драма, мужская роль – это, конечно, тяжко для девочки, но я думаю, что справлюсь. Думаю, что и соперники у меня будут сильные, и чтение удадутся. Посоревноваться в ораторском мастерстве решились 9 петропавловцев. Победитель городского этапа будет защищать честь областного центра на региональном туре конкурса. Ксения Куценко, Тимур Рахматуллин. Новости МТРК. И о спорте. Три золотых и пять серебряных медалей завоевали североказахстанские велосипедисты на туре Азии. Он стартовал в конце января и завершился в марте. За это время наши гонщики из команды Вина Форева проехали сотни километров в Филиппинах, Тайване и Таиланде. Довольный результатом петропавловские спортсмены узнал Денис Сивков. Это кадры с тура Филиппин. Тогда наши спортсмены из команды Вина Форевер еще не подозревали, что добьются высоких результатов. Ведь за Пальму первенства боролись 20 команд из стран Азии. Проходил филиппинский тур в три этапа. Минимум на отдых, максимум на работу. Главное было, говорят наши велосипедисты, приспособиться к погодным условиям. Особенно тяжело им пришлось на туре в Тайване и Таиланде. Но упорные тренировки дали плоды. Самое сложное это была жара изнурительная в Таиланде и высокая влажность. Там народ просто сходил из гонки из-за того, что очень тяжело было. Этапы за 200 километров, жара за 40 градусов, это очень давило. Олег Земляков не единственный из наших велогонщиков, кто принес медали в копилку спортивных достижений региона. За три тура команда Вина Форевер завоевала три золотых и пять серебряных медалей. Евгений Гидич занял второе место в генеральной классификации, выиграл майку лучшего молодого гонщика. Также мы первым стали в командном зачете. То есть наша команда Вина Форевер СКО заняла первое место среди 20 команд, участвующих в соревнованиях. После тур Филиппин мы перелетели на тур до Тайвань, где Степан Астафьев выиграл один из этапов. Сейчас велосипедисты отдыхают. В Петропавловске они пробудут около месяца, а уже 13 мая примут участие в туре Ирана. Отмечу, североказахстанские спортсмены готовятся и к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Она пройдет в августе этого года. Защищать честь нашей страны отправится Алексей Луценко. К нему может присоединиться и Бахтияр Кужатаев. Он еще борется за лицензию. Денис Сивков, Владимир Боровков. Новости МТРК. Это были все новости на сегодня. Смотрите МТРК, будьте в курсе событий. До встречи в эфире. Спонсор прогноза погоды – фильтры для воды «Аквафор». О погоде на четверг, 14 апреля. Днем ясно без осадков, ветер западный, скорость 3 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7. Днем до 12-15 градусов выше нуля. Вы покупаете бутилированную воду? Но за что именно вы платите? Питьевую воду производят на заводах, где сначала из нее удаляют песок, ил, механические загрязнения и растворенные вещества. Затем воду полностью очищают обратно астматической мембраной, а также минерализуют. Наконец, в воду, которой предстоит длительное хранение, добавляют консервант, разливают по бутылкам и отвозят в магазин. Такая вода чистая, но очень дорогая. Можно ли получить ее в 10 раз дешевле? Можно. Для этого вам просто надо разместить завод по очистке воды у вас на кухне. Теперь это возможно. Знакомьтесь, «Акваформарион». Это настоящий мини-завод чистой, мягкой, питьевой воды премиум-класса прямо у вас дома. «Акваформарион» полностью повторяет заводскую технологию очистки воды. На первом и втором этапах вода очищается от всех механических примесей. На третьем обратно астматическая мембрана полностью удаляет все опасные загрязнения. Вода становится мягкой, и теперь вы никогда не увидите накипи в чайнике. На четвертом этапе вода дважды обогащается ионами магния. «Акваформарион» делает воду на уровне лучших марок бутилированной воды и даже превосходит их. По сравнению с обычными системами «Акваформарион» занимает в три раза меньше места на кухне, очищает воду в три раза быстрее. Экономит до девяти тонн воды в год. Срок службы модулей в два раза больше, а расходы на обслуживание в два раза меньше по сравнению с обычными системами. У вас всегда будет чистая, свежая и полезная питьевая вода. «Акваформарион» Питьевая вода премиум-класса у вас дома. «Акваформ» «Акваформ» Питьевая вода. «Акваформ» Редактор субтитров А.Семкин